Мы рады вновь приветствовать наших зрителей в эфире информационная программа «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Я и мои коллеги подготовили этот выпуск специально для вас. Смотрите сегодня. Сильнейший за последние полвека ураган прошел в регионе. В минувшие дни последствия ликвидируются до сих пор. Как рязанские школьники сдали единый государственный экзамен в этом году? В правительстве озвучили итоги ЕГЭ. Ответь на вопрос «Получи деньги» телеканал, чей организовал съемки программы «Бегущий косарь» в Рязани. Владимир Матюхин написал заявление об уходе после резкой критики Олега Ковалева. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Во вторник, 21 июня, на заседании облправительства губернатор высказал резкую критику в адрес министра ТЭК и ЖКХ области Владимира Матюхина и предложил ему написать заявление об уходе. Губернатор отметил недостаточную проработку программы капитального ремонта на 2017 год. Министр подал заявление об уходе по собственному желанию, которое губернатор сразу подписал. Временное исполнение обязанностей министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области возложили на заместителя главы министерства Елену Фирсову. Сменим тему. В минувшие дни в регионе прошли сильнейшие за последние полвека ураганы ветра, а также ливень вкупе с градом размером с перепелиное яйцо. Последствиями урагана в Рязанской области стали поваленные деревья, поврежденные жилые административные здания, отсутствие электричества, перебои с газой и водоснабжением. Жители области такими нападками стихий были, мягко говоря, напуганы. Подробности в сюжете. Самый мощный ураган за последние 50 лет. Так многие жители Рязанской области назвали стихию, которая обрушилась на Сасовские, Чучковские и Шацкие районы в минувшие выходные. Там ветер срывал крыши, валил деревья, повредил линии электропередач. А на село Нижнемальцево Сасовского района обрушился ураган с дождем и градом. Стихия повредила кровли здания, местные администрации, школы и жилых домов. От непогоды пострадали автомобили и огороды местных жителей. А на улицах до сих пор лежат поваленные деревья. По словам местных жителей, ураган их сильно напугал. Не обошлось без жертв. Стихия унесла жизнь жителя Кадамского района. Но его машина упала дерево. 47-летний мужчина, когда поднялся сильный ветер, пытался перегнать машину. Его автомобиль стоял под деревом. Он успел только завести мотор и в этот момент дерево упало, раздавив машину вместе с водителем. По факту его гибели следственные органы начали проверку. Россияне смогут поменять права без посещения ГИБДД. С ноября этого года заменить водительское удостоверение после потери или завершения срока действия можно будет в многофункциональных центрах. В настоящее время это постановление рассматривается правительством. Еще одно автоновшество. Забрать машину со штрафстоянки до оплаты штрафа можно будет уже этой осенью. До настоящего времени, чтобы вернуть свой эвакуированный автомобиль, автолюбителям приходилось объезжать весь город. В ГИБДД обещают, что скоро ситуация изменится. Марина Комиссарова расскажет более подробно. Закон о постоплате подписал президент страны. Согласно новому документу, с 1 сентября 2016 года забрать машину со штрафстоянки можно будет без оплаты штрафа и услуги по эвакуации. В случае принудительной эвакуации возврат транспортного средства со штрафстоянки будет осуществляться незамедлительно. Нужно будет только предъявить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. Это вовсе не означает того, что платить не придется, просто появится отсрочка, за время которой можно будет обжаловать штраф. В случае, если водитель посчитает, что эвакуация прошла с нарушениями. Автомобили эвакуируют не только под знаком «остановка и стоянка запрещена», но и на пешеходных переходах и расстоянии ближе 5 метров к ним, на остановках общественного транспорта и расстоянии ближе 15 метров к ним, на тротуарах. Автомобиль фотографируют, составляют протокол и везут на штрафстоянку. Их в Рязани сегодня 8. Сейчас за каждый километр, что проедет эвакуатор, водитель затем отдаст 226 рублей 70 копеек. Отдельная статья расходов оплаты самой парковки составляет 43 рубля 70 копеек в час. Поездка в отдельный батальон ДПС в Соколовку, получение документов, затем путешествие на стоянку. На это уходит немало времени и сил. Вскоре процедура упростится, но главный совет остается прежним. Лучше не нарушать правил, тогда и разбираться в тонкостях работы службы эвакуации не придется. Пора школьных экзаменов прошла, отгремели выпускные баллы. Пришло волнительное для всех абитуриентов время, когда результаты их обучения в школе в виде баллов за ЕГЭ рассматривают приемные комиссии выбранных вузов. О том, как рязанские школьники сдали единый государственный экзамен в этом году, узнала наша съемочная группа. Единый госэкзамен проводился в области в два этапа. Досрочно с 21 марта по 23 апреля экзамены сдали 38 человек. Основной период проходил с 27 мая по 30 июня. ЕГЭ по 13. Общеобразовательным предметам сдали более 5000 человек. Мы имеем результаты по 5 предметам из 13, сдаваемых на территорию Рязанской области. По остальным 8 предметам результаты придут в течение ближайшей недели, где-то до 2 июля. Хотелось бы отметить, что в целом результаты ЕГЭ у нас остались на уровне 2015 года. При этом особо хотелось бы выделить русский язык. Здесь результаты сдачи ЕГЭ лучше, чем в прошлые годы, что соответствует общей тенденции по Российской Федерации. Неудовлетворительные результаты получили всего 2% сдающих. Это 77 человек. Для сравнения, в 2015 году двойку до пересдачи имели 100 человек. Среди предметов по выбору средний балл ЕГЭ повысился по литературе, понизился по обществознанию и географии. 44 человека набрали 100 балль на результаты по ЕГЭ. Количество участников единого экзамена, набравших 100 баллов, то есть максимальный результат по русскому языку, в этом году составило 34 человека. В прошлом году это было 20 человек. При этом хотелось бы отметить, что и количество неудовлетворительных оценок в этом году тоже меньше, чем в прошлые годы. В этом году для сдачи ЕГЭ было сформировано 30 пунктов проведения экзамена. Во всех из них велось видеонаблюдение. Пять из них стали экспериментальными. Печать контрольно-измерительных и сканирование экзаменационных материалов проходило прямо в аудиториях. Тем, кто не прошел испытаний в этом году, пересдать ЕГЭ возможно только в следующем. Для этого им нужно будет до 1 февраля подать соответствующее заявление. Каждый июнь в стенах Рязанского государственного медуниверситета звучит клятва Гиппократа. Сотни студентов, прошедших непростой шестилетний путь бессонных ночей лабораторных работ и формул, переходят на новый этап. Спасение человеческих жизней. Благородные дела, которые когда-то были целью этих ребят, теперь становятся для них реальностью. Выпускные платья, скрытые под мантиями, счастливые лица и море цветов. Выпуск студентов лечебного факультета медуниверситета всегда особенный праздник. Это не просто окончание учебы, это серьезный рубеж для большинства студентов. Вручение дипломов, клятва врача, традиционное отпускание шаров в небо. Отныне вчерашние студенты ответственны за жизнь и здоровье своих пациентов. Чувствую неоднозначно. Есть немножко грусть, потому что эти шесть лет уже позади и радость, что впереди еще много с него нового. Я всех поздравляю с окончанием, с тем, что эти шесть лет позади и желаю удачи на их новом пути. Выпускникам-отличникам красные дипломы вручила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Лечебный факультет является старейшим и самым крупным факультетом университета. Первый выпуск врачей состоялся в июне 1953 года. 204 молодых специалисты получили дипломы и разъехались по всей стране. За годы работы в Рязани факультет подготовил более 17 тысяч врачей. Я уверен, что с тем дипломом, который вы получаете сегодня, качественного, эффективного, входящего в 100 образовательных организаций России, вы будете востребованы всегда. Вы большие молодцы. Вы прошли сложный путь. Для каждого он был по-своему сложный. Кому-то было легче. Кому-то было сложнее. Но многие из вас вписали свое имя в летопись университета навсегда. Большими победами, спортивными победами, творческими победами. Вы все вместе делали имя университета, которое звучит сейчас. И вам делают его, когда вы уже будете работать. Не забывайте об этом. С сильными своими традициями лечебный факультет по праву считается кузницей кадров для здравоохранения не только нашей страны. Выпускники факультета пользуются заслуженным авторитетом среди коллег и пациентов во всем мире. Не только поздравить, но и поблагодарить вас, уважаемые выпускники, что вы смогли осилить ту программу, которая дается медицинским вузам. Смогли сдать колоколы, зачеты, экзамены, в том числе и государственный артистационный экзамен. Поэтому огромное вам спасибо, что вы выбрали нашу профессию и остались в ней. В этом году дипломы врачей получили три сотни выпускников. 16 из них стали обладателями дипломов с отличием. 108 человек подготовлены в рамках целевого приема для регионов России. В том числе 53 человека для медицинских организаций Рязанской области. Премия за знание. Телеканал Чи организовал съемки программы «Бегущий косарь в Рязани». Суть шоу проста, как три копейки. Ведущий Алексей Жиров выбегает на улицы города, прихватив с собой охапку тысячных купюр. Подбегая к самому обычному прохожему, он задает ему вопрос. Если ответ верный, то человек получает банкноту. Если отвечает неправильно или слишком медлит, то ему остается лишь наблюдать, как сверкают пятки ведущего. Наши земляки смогли попытать удачу. Забег начался с улицы Ленина. Популярная программа «Бегущий косарь» доехала до нашего города. Теперь рязанцы заправили ответ. Девушка, скажите, пожалуйста, закончите фразу. Известное выражение «Жить на широкую ногу». Тысяча рублей ваша. Спасибо. Как у вас здесь в Рязани? Замечательно. Погода классная. Рязань замечательный город. Для кого снимаете, скажите? Мы работаем на телевидении, телекомпании «Город». Вау, супер. Ладно, мы бежим дальше. Хорошего вам дня. Спасибо. Как своими знаниями заработать тысячу рублей всего за несколько секунд, показывает в своем шоу «Бегущий косарь» ловкий и быстрый, а главное эрудированный ее ведущий Алексей Жиров. Телезрители смотрят его на телеканале «Чей». Всего за год существования программа завоевала неподдельный интерес и большую популярность. Ведь нечасто можно встретить на улицах города человека, который задает несложные вопросы и за правильный ответ дарит деньги. Вы знаете, основная цель – поднять настроение человеку. Вот он идет в каких-то будничных заботах по городу, я не знаю, с работы на работу, или гуляет с ребенком. Мы подбегаем, задаем вопрос, и здесь даже дело не в том, что мы раздаем эти тысячи, а дело просто в том, что настроение у него поднимается. Вот основная цель этой программы. Это шоу по-настоящему встряска для отстраненных и унылых прохожих, которые не ожидают каверзных вопросов и уж тем более денежных подарков. Правда, рязанцы оправдали все ожидания. Ведущего встречали радостно, на вопрос отвечали охотно и чаще всего правильно. Пока прошел только первый этап, мы здесь собираемся провести три программы, то есть раздадим порядка 120 тысяч рублей жителям Рязани. Пока все супер, 15 человек где-то опросили, и ребята не подводят интеллектуальный уровень рязанцев вполне себе. Продолжите, пожалуйста, вот фразу. Смерш – это сокращенно смерть, тысяча рублей ваша. Неожиданно. Я думал, туристы ходят, отдыхают. Вы довольны, что хочет быть еще? Да, могу поделиться. Какой у вас был вопрос и как вы на него ответили? Нужно было продолжить фразу в 39-м царстве, в 30-м государстве. Мы немножко забыли. Вам надо закончить известное выражение – хватит, хватит, морочить. Что у вас тысяча рублей ваших? Что у вас тысяча рублей ваших? Обалдеть просто неожиданно. Я тут еще, у меня недавно была трагедия, потеряла тысячу, и тут она ко мне привернулась. У меня был вопрос продолжить скороговорку. Если в доме есть морковь, что-то там, значит, любовь будет. Ну, предположите, кто? Не Крылов. Нет. Это Крылов. Иван Андреевич Крылов, абсолютно правильно. Тысяча рублей ваша, девушки. Читайте российскую классику. Главный вопрос – на что потратите тысячу рублей? Ну, поскольку я все-таки занимаюсь русскими литературой, думаю как раз-таки на книгу. Ну да, скорее всего на книгу. Было ли там золото древних богов, действительно там золото? Я сказала да. На что потратите тысячу рублей? Тысячу? Ой. Ну, просто вот погуляю по городу, и так вот раз налево-направо, и все. В нашем городе тем более можно где-то потратить тысячу. В общей сложности ведущий программы пробежал семь с половиной километров и потратил около тысячи калорий. А рязанцы стали богаче на 40 тысяч рублей. Кстати, филологи предполагают, что слово «косарь» впервые появилось в 20-е годы прошлого века. Тогда были выпущены ассигнации номиналом в одну тысячу рублей, надпись на которых была сделана по косой. Отсюда и название «косая» или «косарь». Подобные купюры уже давно изъяты из оборота, аж организм прижился и остался. И это несмотря на то, что в советское время деньги подобного номинала практически не ходили. Это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Я и мои коллеги благодарим вас за внимание и прощаемся до завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok